Дамы и господа, очень хочу выразиться благодарной за приглашение. Я рада находиться здесь. И блестяще меня представил доктор Харченко. Сегодня я хотела бы поговорить, хочу или нет, но придется. Тема очень важная. Прежде всего, мне хочется также еще сказать, что я молодой онколог-хирург, специализация онкологическая хирургия. И, собственно, я занимаюсь также доказательной медициной, хотя я не являюсь экспертом, и пока еще даже не являюсь экспертом в хирургической онкологии. Но все-таки мне бы хотелось поговорить на эту тему. И это очень важно для всех нас в нашей стране. Медицина, доказательная медицина. Это как некая новая религия, я бы так сказала. Каждый врач может заглянуть в руководство скелесмы по онкологии и посмотреть, что это такое медицина. Доказательная медицина и назвать себя гордым медицинцем, представителем доказательной медицины. Но, в общем-то, я хочу с вами посудить некоторые важные моменты. И я начну с истории. Несколько слов. Поскольку мы будем говорить именно о хирургической онкологии, я хочу высветить ту проблему, которая связана с тем, что доказательная медицина в хирургии гораздо более сложна, чем в клинической онкологии. Все из нас, все из вас это, наверное, чувствуют и осознают. И первое успешное рандомизированное контрольное исследование было опубликовано в 1960-е годы. Оно было тогда рандомизировано еще. И для того, чтобы проиллюстрировать вам это, я показываю анализы или медианную базу данных. исследование было сделано в Соломон-Грук, 67% клиний, и даже 80% всех публикаций на продолжительный период времени было по хирургической онкологии. Но есть также большая часть о внутренних болезнях. Также это всегда так. Но мы говорим также о клинической онкологии. И тем не менее, свыше 80% всех опубликованных исследований по хирургии, они все еще такие кейс-отчеты об отдельных клинических испытаниях. Почему так? Потому что практика доказательной медицины имеет определенные ограничения. Она полагается на концепцию иерархии доказательств и обсуждает темы, например, как и сообщество ВИЧ и так далее. В настоящее время существует определенная иерархия доказательств, и она уже устарела, эта иерархия. И эксперты во всем мире, собственно, стараются применять какую-нибудь улучшенную систему, основанную на доказательной медицине. Как все вы знаете, доказательная медицина основывается на рандомизированных контрольных испытаниях, и это лучше всего для этой доказательной медицины. Сейчас мне бы хотелось представить вам некоторые примеры, просто чтобы проиллюстрирует проблему. Поэтому вот была такая идея, и все это было опубликовано, что парашют используется для того, чтобы предотвратить смерть. Но ученые стали это изучать, и то есть одна проблема заключается в том, что мы не знаем, когда мы прыгаем, нужно использовать парашют или нет. Потому что все это возникло, потому что мы стараемся экстраполировать эту проблему на хирургию. И вот они решили провести такое исследование, посмотрели все результаты всех старых испытаний, которые коррелируются с использованием парашюта. И теперь они уже могут быть уверены, что это критерии, это руководство, за исключением тех групп, которых у него сюда не входили. Но это стратегия, она, собственно говоря, не использовала рандомизированных испытаний по парашюту. Ну и каковы здесь параметры, что мы говорим? Прежде всего, конечно, парашюты в целом используются для предотвращения смерти и травмы. Это то, что мы знаем. И парашют как-то связывается также с какими-то отрицательными эффектами, когда мы не можем, например, его открыть и получаем гетерогенные травмы. И дополнительные, что мы выяснили в этом исследовании, что никаких рандомизированных клинических испытаний на эту тему не было проведено. Но все-таки мы как-то хотим использовать эти результаты, то есть использовать парашют. Мы его используем тогда, когда это необходимо, так сказать, прыгнуть. И что касается использования парашюта, конечно, тут есть разные мнения, но эффективность может, конечно, зависеть от эффекта здоровья пациентов, то есть какой общий статус, то есть общее состояние здоровья тех людей, которые прыгают с парашюта вообще в целом. Но, конечно, лучше, чем у тех, которые вообще не прыгают с парашютом. Но мы эту причину не можем исключить из исследований. В принципе, это более здоровые люди, те, которые тренируются, пользуются парашютом. Дальше мы проводили рандомизированные контрольные клинические испытания, чтобы подтвердить свои идеи. Несколько принципов оказания медицинской помощи основаны на доказательной медицине. Я говорю, что есть иерархия, доказательства, но доказательства никогда не говорят вам, что делать. Это всегда делается в контексте пациента. Для меня, вот я в этой части своей презентации, должна сказать, что мы должны помнить, я сама должна об этом помнить. И опять-таки, что лучше? Доказательства лучше, чем опыт? Еще открытый вопрос, это все равно остается. Наш опыт. Опыт. Мы должны понимать, что опыт является таким мультидисциплинарным фактором. И знания, желания наши, конечно, очень важны. И это больше, чем просто какое-то сенсорное восприятие. Это такой динамический, многогранный процесс, развивающийся во времени, в пространстве. И мы все должны, конечно, понимать, что без какого-то опыта мы не можем это использовать. Каждый мужчина и женщина, которые хотят стать экспертом в какой-то области, должны набрать опыт в этой связи, не только основываться на доказательстве. И действительно, опыт предоставляет нам основу также для нарабатывания навыков в хирургии, онкологии. Я об этом говорю, потому что я сама таковой являюсь. И также, как мы знаем, это может улучшить и окончательный исход для пациента. Это зависит от нашего умения. И мы можем сказать, что резервция в клинической практике уже давно установлена на основании нашего собственного опыта. Но, конечно, мы, опять-таки, руководствуемся именно опытом, когда прибегать к ней, когда нет. Предпосылки, общий обзор моих предпосылок. Эффективность резекции в хирургии основывается на кумулятивном опыте. Главные технические модификации резекции основываются на нашем опыте. Конечно же, и тут есть определенные ограничения, когда мы оказываем медицинскую помощь, основываясь на доказательной медицине. И медицинские доказательства, конечно же, иногда розницы. Есть разные уровни доказательности. Итак, если мы сравниваем доказательную медицину с медицина, основывая на опыте, в особенности, когда речь идет о хирургии, да и не только о хирургии. Некоторые заболевания и частота распространения этих заболеваний иногда слишком узкая, иногда, наоборот, слишком широкая. А свои решения мы выносим, отталкиваясь от своей практики. Мы смотрим также на своем собственном опыте, в основном на узкие, допустим, 3% пациентов проявляют именно такие характеристики, а 97% не проявляют. То есть, опять-таки, это рандомизированные испытания не только в хирургической онкологии, но и в онкологии вообще. И что очень важно, еще более важно, мне кажется, очень хорошая система предпочтительности пациенту, то, что нужно пациенту. И, собственно говоря, где-то только 30% пациентов подписывают свое информированное согласие по участию в таких рандомизированных испытаниях, а некоторые никогда в них и не участвовали. И, таким образом, когда мы говорим о доказательной медицине, это очень ценно. Конечно, мы работаем с разными коготными пациентами, мы нарабатываем опыт, мы знаем, каковы тут предпочтения и предпочтения также пациентов. Главная цель нашей жизни как врачей – это ценности и предпочтения наших клиентов, наших пациентов. Мы должны говорить об этом и думать об этом. Ну, и также должен быть здравый смысл, который должен был нами двигать. И, конечно, мы смотрим, конечно, разные параметры пациента. И когда мы говорим о хирургическом вмешательстве, до этого, конечно, все это должно быть основано на нашем опыте. И мы говорим, что новая система доказательства нужна, потому что старая вот эта иерархия уровней доказательности очень устарела. Что же нам делать? Что мы должны делать? Речь идет о широком комплексе наших решений. Как нам выносить свои клинические решения? Мы, как клиницисты, что должны включать? Клинический опыт, физиологическую рациональность, ценности пациента, их предпочтения. И также будущие новые системы. Это обобщает то, что я уже говорила. Опыт является основой резекции. Опыт предоставляет нам базу для изучения новых доказательств. Но во всем этом есть и силы, и слабость. За и против. Мы проводим серьезный эстетический анализ, собираем эти клинические практики и рекомендации, собираем эти доказательства. И профессор Сакет был один из основателей доказательной медицины. И я могу сказать, что в нашей практической жизни, в нашей карьере мы все, конечно же, должны быть всегда открытыми. Большое спасибо за внимание. Учиться чему-то новому. Большое спасибо. Есть ли какие-то вопросы из-за аудитории? Нет вопросов? Может, комментарии есть? Большое спасибо за вашу презентацию. Хотя я тут немножко запутался. Можете вы привести нам пример? Пример. Испытание, чтобы было клиническое, рандомизированное испытание, более конкретно. В хирургии? Только в хирургии? Нет, диванной терапии. Только в хирургии? Да, я поняла. Спасибо. Я приведу вам пример чисто хирургический, такой рандомизированный. Это была хирургия. Ну, то есть вопрос серьезный. Повторите, пожалуйста. Это в 60-е годы еще была онкология. ЖКТ было рандомизированное клиническое испытание. То есть сравнивались хирургия или не нужна хирургия. Еще какой-нибудь пример приведите. Второй пример. Я не знаю, ну, например, я не... Хирург, например, какие версии? Какие узлы, например, рецепция лимфоузлов, например. Дело не только в этом. Конечно, это просто хирургия, не важно хирургия чего. Я говорю просто о хирургии как таковой. Большое спасибо. Вопрос, да? Да, только микрофон не использует... Включите его. Ребята, не слышно. Сейчас, секундочку одну, пожалуйста. Мне тут не слышно в кабине. Я себе позволю небольшой комментарий и вернуться к истокам. И хочу сказать, что доказательная медицина предполагает не только использование одного метода, одного подхода проведения рандомизированных исследований. Рандомизация используется в тех случаях, когда предполагается сравнить два подхода с небольшим различием в эффективности. Есть прекрасная историческая иллюстрация, когда были достигнуты феноменальные успехи при использовании, при введении в практику антибиотиков. Это не было рандомизированное исследование. Но применение пенициллина было настолько очевидно эффективным, что никакой рандомизации не требовалось. Это для того, чтобы рандомизация не звучала как единственно приемлемым и возможным методом доказательности и эффективности. Есть методы исторического контроля. Это внедрение в практику радикальной мастектомии холстедом, когда он дополнил удаление молочной железы лимфодонектомии и были получены значительно лучшие результаты лечения. Это метод исторического контроля, он тоже приемлемый. То есть доказательная медицина предполагает серию подходов различных и доказательность не предполагает обязательного использования рандомизированного подхода. Спасибо, это комментарий не вопрос был. Я совсем это не критикую, я не против доказательной медицины. Я просто сказала, что в своей презентации я не буду говорить целиком только о доказательной медицине. Я полностью согласна с тем, что вы сейчас сказали. Но я не думаю, что произведу такое впечатление, что рандомизация – это единственный подход в доказательной медицине. Вовсе нет. Спасибо. 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 Продолжение следует...